Вы часто просыпаетесь среди ночи. От чего это происходит и чем это опасно? Вообще причин пробуждения среди ночи несколько. Их, кстати, можно обозначить следующим образом. Это тревожные и депрессивные расстройства. И это одна из первых причин, почему вы, скажем, часа в два ночи вдруг открываете глаза и не можете не просто уснуть потом, а в голову лезут вам какие-то негативные мысли. Некоторые мои пациенты плачут даже среди ночи, вспоминают какие-то неприятные события, которые с ними происходили, заново их переживают. Есть даже такой термин руминация, пережевывание. Такая мозговая жвачка происходит и пережевывание неприятных сюжетов из предшествовавшего дня или вообще из вашей жизни. И это первый признак того, что с вашими эмоциями что-то не так. Потому что вот эти, как мы говорим, интросомнические, то есть внутри сна происходящее пробуждение, один из первых признаков депрессии. И в современной классификации депрессии нарушение сна, я говорю об МКВ-11, врачи знают прекрасно, что мы сейчас пользуемся, вот сейчас МКВ-10, но в ближайшие годы к нам придет новая международная классификация болезней. И вот там в рекомендациях по диагностике депрессии есть отдельный пункт нарушения сна. И это не просто нарушение сна, а именно пробуждение среди ночи. Теперь второй момент. Вы пробуждаетесь из-за тревоги. 80% тревожных людей, ну или там с генерализованным тревожным расстройством, или с паническими атаками, действительно среди ночи пробуждаются, просыпаются, либо они не могут долго уснуть. Еще очень важный момент. Третья группа, это когда человек вдруг чувствует, что ему не хватает воздуха, вернее, что он чувствует. Мозг его дает сигнал тревоги, и он вдруг открывает глаза, чувствует, что голова плывет, не может вдохнуть. Это синдром обструктивного апноэ сна. Иногда даже сосед или соседка по кровати расталкивает близкого, и говорит, ты сейчас перестал дышать, храпел, и в этот момент вы пробуждаетесь. Бывает очень неприятное сочетание, когда у наших пациентов есть две серьезные проблемы. Это синдром обструктивного апноэ сна. Кстати, у нас на YouTube-канале отдельные лекции есть на эту тему, где я рассказываю, почему этот синдром так опасен, и он в несколько раз увеличивает риск инсульта и инфаркта. И когда этот синдром апноэ сна сочетается с паническими атаками. Для врачей, как мы любим говорить, проводить дифференциальную диагностику этих состояний довольно сложно. Потому что бывают ситуации, когда вдруг человек открывает ночью глаза, а у него чувство ужаса, страх, сердцебиение. Он мокрый, как мышь. Он скакивает в кровати, не понимает, где он, что с ним происходит. Появляется внезапное чувство страха смерти, страха сойти с ума. Это так называемая ночная паническая атака. Забегая вперед, могу сказать, что такие панические атаки очень трудно лечатся и купируются. С ними нам приходится очень серьезно возиться. В итоге мы получаем сразу несколько причин, связанных с эмоциональным статусом нашего пациента. И вот здесь важный вывод. Не надо бежать за таблеткой снотворным или с просьбой к врачу выписать эту таблетку. А надо четко рассказать о своих жалобах. И тогда опытный врач, кто-то посмеется, скривится, где найти опытного врача. Ой, мне так пишут про это. Где найти опытного врача? Где искать его? Ну ищите. Ну вариантов-то нет никаких. Надо искать опытного врача, который скажет, так, тебе не гипнотик, не снотворный нужен препарат, а разобраться с твоими эмоциями. Другими словами, убрать тревогу или лечить депрессию. И еще одна очень важная группа нарушений сна, которые сопровождаются с ноговорением, снохождением. И кто-то ошибочно считает, что человек, который встал с кровати, начинает разговаривать, материться, например, или даже подошел к холодильнику среди ночи, открыл и начал что-то там есть, хамять, что называется, нарезать колбаску. Он проснулся. Так вот, оказывается, есть так называемая пара сомнии. Когда человек не просыпается вовсе, он может ругаться, драться, встать с кровати, но при этом мозг его находится в совершенно другом, не бодрствующем состоянии. И это очень трудно курируемая группа пациентов. Но помочь им тоже можно. И, кстати, в других социальных сетях у меня есть специальные разборы для пациентов, где мы рассказываем на конкретных клинических примерах о разных типах нарушений сна. И еще, вот специально для родителей, я хочу акцентировать ваше внимание, к детским неврологам, а то и ко мне приходят стревожные мамы, папы, и говорят о том, что ребенок плохо спит, он среди ночи скрикивает, просыпается среди ночи. И говорят, ну, наверное, у него что-то с нервами не в порядке. Знаете, какой первый вопрос у меня к ним? А как долго он проводит время за гаджетами? И вот тут я вижу недоумение у мамы. Она пожимает плечами и говорит, я не знаю. А потом на поверку оказывается, что малыш пяти лет проводит за своим айпэдом, за сотовым телефоном, зачем-то родители ему купили в пять лет этот сотовый телефон, это отдельный вопрос, несколько часов. И набирает он вот это время просмотра, время провождения за электронным экраном уже даже не два, не три, а пять, а то и шесть часов. Ведь есть еще телевизор, есть айпэд, есть сотовый телефон, есть компьютер, в конце концов. И когда мы суммируем это время, это очень большое время. Теперь, что происходит с мозгом ребенка, который в итоге среди ночи проснулся и начинает кричать, плакать? Он находится в возбужденном состоянии. Первая проблема. Экран телефона генерирует голубой свет, а этот голубой свет мешает выработке важнейшего гормона мелатонина. Мелатонин открывает ворота сна у зрелого человека, у молодой женщины и у ребенка в том числе. Второй очень важный момент – это контент. Но, к сожалению, надо признать, что очень часто дети, а то и подростки, не смотрят они добрые лирические мультфильмы или слушают классику. Да нет, конечно. Бывает очень агрессивный, тревожащий контент, и это повышает уровень возбудимости мозга. Ребенок может уснуть, но мозг его находится в возбужденном состоянии. И сон его очень тревожный, поверхностный. Он не опускается в глубокие фазы сна. А мы знаем, что во время сна, который является циклическим процессом, мы сначала плавно погружаемся в глубокие, третью, четвертую фазу сна. Потом плавно поднимаемся вверх во вторую фазу сна. Появляется фаза быстрого сна, когда мы видим сны. И вот в этот момент, если ребенок до этого смотрел неприятный какой-то, или, вернее, очень агрессивный, тревожащий его контент, он может выпрыгнуть из сна, расплакаться, открыть глаза, проснуться. И потом трудно будет его снова уложить. И такие циклы повторяются среди ночи 4-6 раз. Мы об этом очень часто говорим в наших лекциях. Отдельная лекция на YouTube-канале, посвященная проблемам нарушения сна. Помните о том, что если вы используете гаджеты перед сном, это очень опасно для вашего ребенка. Знаете, Наполеон говорил о том, что когда я вхожу в спальню, я задвигаю все ящики комода своей памяти. Вот надо учиться расслабляться. И этому очень непросто научиться. И оставить все тревоги и сомнения за пределами вашей спальни. В заключении, давайте подведем итог и определимся. Если у вас есть такая жалоба, что вы среди ночи просыпаетесь, то не надо хвататься за снотворные препараты. Лучше прийти к врачу и подробно рассказать и описать, что вы чувствуете в этот момент, когда вы проснулись. Есть ли чувство страха, тревоги, сердцебиение, так называемые вегетативные симптомы, обильное потоотделение. Если феномен, что ваш сосед по кровати или соседка по кровати говорит о том, что вы храпели и вдруг перестали дышать, а потом проснулись. Это тоже очень важный момент. Это все надо подробно описать и рассказать доктору. Заниматься самым лечением не рекомендую. Нарушение сна очень тонкая проблема. Я занимаюсь этой проблемой более 20 лет. В ряде случаев только клинической беседой молоточек, иголочка не помогут неврологу установить диагноз, а нужно специальное полисоммографическое исследование. Единственный объективный метод исследования сна, который помогает ответить на многие вопросы. Пожалуйста, помните, что сон – это бесценное лекарство от многих болезней. Знаете, как говорил Шекспир? «Вкуснейшие из блюд в земном Перу». Наслаждайтесь этим блюдом, наслаждайтесь этой жизнью. Будьте здоровы. Пока.